Стратфор, США, что обретет и чего лишится Россия в результате таянии арктических льдов. Роджер Бейкер, Стратфор, США. 5 августа 2019 года. Основные моменты, среди восьми стран, имеющих территории внутри полярного круга, Россия в настоящее время видит наибольшие выгоды от своих обширных, богатых ресурсами северных регионов. В последние годы Россия возобновила свою деятельность в Арктике, выйдя на уровень, который был во времена Холодной войны. Делает она это с целью захвата находящихся под ледовым покровом запасов и энергоресурсов, которые выходят на поверхность в связи с потеплением. Однако финансовые затруднения Москвы вкупе с американскими и европейскими санкциями делают ее зависимой от Китая, поскольку ей нужно создавать инфраструктуру, необходимую для освоения северных рубежей. В результате в предстоящие годы Москва окажется в сложном положении, поскольку ей придется искать баланс между национальной и экономической безопасностью с одной стороны, и отношениями с США и Китаем с другой. Хотя в годы Холодной войны Арктика представляла собой линию фронта, после ее окончания из-за сурового климата и ограниченных транзитных маршрутов там было относительно спокойно и безопасно. В результате российская активность за полярным кругом пошла на спад, особенно в сфере безопасности, поскольку у страны появились другие приоритеты. Соответственно, обветшала находящаяся в российской Арктике инфраструктура. Но в последние годы ситуация стала меняться, так как начал таять морской лед, долгое время закрывавший Россию от остального мира. Объемы российского судоходства в Арктике увеличились до уровня середины 1980-х годов, а президент страны Владимир Путин называет арктические морские перевозки по северному морскому пути ключевым проектом развития России. Но возобновление российской деятельности в Арктике в меньшей степени связано с увеличением транзита по северному ледовитому океану и в большей, с освоением запасов полезных ископаемых энергетических ресурсов, которые станут доступнее по мере таяния льдов и развития технологий. Однако вернувшись в Арктику, Россия будет вынуждена маневрировать, так как обстановка там кардинально изменилась после окончания Холодной войны. Теперь приполярная Китай продвигает там свои собственные интересы, а Соединенные Штаты снова озаботились проблемами безопасности в арктических широтах. В итоге выгоды от новых возможностей по добыче ресурсов могут обернуться для России долговременными проблемами в сфере безопасности, так как потребность Москвы в финансовой поддержке в конечном итоге даст Пекину явные геополитические преимущества. Общая картина покрытая снегом и льдом Арктика долгое время была местом, которое манило романтиков и искателей приключений. Именно там находились неоткрытые месторождения и новые торговые пути. В последние десятилетия Арктика и находящиеся на другом полюсе Антарктида также привлекают к себе внимание экологов и защитников окружающей среды, так как климатические изменения и нефтепоисковые работы создают угрозу хрупкой экосистеме. Поскольку ледовая обстановка в высоких широтах меняется, а на арктической сцене недавно появился Китай, многие связанные с Арктикой геополитические проблемы снова выходят на первый план, хотя на сей раз мы видим новых игроков и новые осложнения. Скрытые подоль дом возможностей после Холодной войны и казалось, что Арктика снова отступила на свои прежние позиции, став далекой территорией, призванной испытывать на прочность технику и человека. Для многих арктических стран она стала тем местом, которое в лучшем случае имело второстепенное значение. Но для России этот регион всегда сохранял свою стратегическую значимость. Российские заполярные территории, составляющие более половины арктического побережья нашей планеты, по-прежнему дают ей примерно 15% волового внутреннего продукта, в основном за счет добычи ресурсов. В Канаде, например, 40% суши считается арктической территорией, по определению правительства. Но три арктические области Канады, Юкон, северо-западные территории и Муновуд, дают ей всего 0,5% от общего объема ВВП. Значительная часть российских сырьевых и энергетических месторождений в Арктике не освоена, поскольку находятся они на труднодоступной местности, где суровые погодные условия. Но изменения климата и новые технологические достижения ведут к активизации поисков месторождения энергоресурсов и полезных ископаемых. Сегодня основная доля экономической активности России в Арктике приходится на западную часть этой территории. У российской компании Норильский никель, являющейся ведущим мировым производителем Палладия, а также крупным производителем Платины, главные месторождения предприятия сконцентрированы на Кольском полуострове, он находится на берегу Баренцева моря примерно в 300 километрах к востоку от северной части Финляндии, и возле Дудинки на реке Енисей, которые впадают в Карское море. Кроме месторождений полезных ископаемых на полуострове Ямала работают и строятся крупнейшие в России объекты газовой отрасли. Среди них проект Ямала СПГ, которым совместно владеют Новотек, Тоталь, Китайская национальная нефтяная корпорация, СНПЦ, и Фонд шелкового пути. Годовая производительность проекта Ямала СПГ – 16,5 миллиона тонн жиженного природного газа, который перевозит ледокольные газовозы, способные проходить по северному морскому пути вдоль российского арктического побережья, пробивая лед толщиной более метра без помощи ледоколов. Недалеко от предприятия Ямал также реализуется проект «Арктик СПГ-2», объекты которого находятся по другую сторону Лобской губы от Ямала. Перспективы транзитных перевозок в российской Арктике по мере тайны льдов мир обращает все большее внимание на арктические и морские коммуникации, которые сокращают путь из Европы в Азию. Например, чтобы доставить газ с Ямала СПГ в Китай по северному морскому пути, требуется примерно 15 дней, а если везти его через юго-запад, вокруг Европы, а затем через Суэцкий канал, уйдет 30 дней. Но российский северный морской путь остается в лучшем случае сезонным маршрутом, как и северо-западный проход через Канаду, который никогда не был надежным и экономичным коротким путем между Европой и Азией. Чтобы наладить устойчивый транзит через воды Арктики, нужны специальные суда. А российские правила, и сезонные изменения ледового покрова, часто требуют применения ледоколов. Но даже такие суда могут надежно ходить в этих широтах только в теплые месяцы, что ограничивает рентабельность проектов в этих районах. И хотя постепенное уменьшение площади льдов делает эту территорию более доступной и удобной для плавания, пройдет еще много лет, прежде чем выгода от сокращения сроков перевозки перевесит стоимость начальных капиталовложений, необходимых для судоходства в этих холодных водах. Таким образом, поскольку месторождение полезных ископаемых и энергоресурсов становится все доступнее, в обозримом будущем воды российской Арктики будут в основном использоваться для доставки на рынок российского сырья, а также для завоза в российское заполярье иностранных и местных товаров и продукции. Из 1908 судов, прошедших в 2017 году по Северному морскому пути, только 27 совершили полное транзитное плавание между Европой и Азией, либо между дальними российскими портами вне зоны СМП. Все остальные суда осуществляли перевозки в пределах СМП, либо доставляли на рынок сырьевые ресурсы. Но чтобы чаще использовать СМП для перевозки сырьевых товаров на рынке, нужны те же самые инвестиции в системы связи, средства навигационного обеспечения, поисково-спасательные службы, что позволит в будущем увеличить транзитные перевозки. Сейчас же полные транзитные проходы по Северному морскому пути, пусть и редки, но при условии их рекламирования они будут способствовать привлечению дополнительных внешних капиталовложений в инфраструктуру, что необходимо как для развития стационарных объектов судоходства, так и для расширения добычи полезных ископаемых энергоресурсов в этом регионе. Китай наращивает свое присутствие, но потребность в иностранном капитале ставит Россию в трудное положение в ее взаимоотношениях с Китаем, который номинально является ее партнером, однако начинает все активнее действовать в данном регионе. Несмотря на многочисленные общие интересы, в российско-китайских отношениях сохраняется очень сильная атмосфера подозрительности. В наше время соотношение сил между двумя соседями сильно изменилось. Китай уже не является второразрядной державой, напротив, он намного обогнал Россию в экономическом плане, а по некоторым направлениям близок к тому, чтобы обойти Москву в политическом и военном отношении. Но чтобы и дальше наращивать свой арктический потенциал и использовать появляющиеся экономические возможности, Москве нужны существенные иностранные инвестиции и доступ к расширяющимся потребительским рынкам. У Китая же огромные ресурсные аппетиты и большая чековая книжка, что делает эту страну важным рынком и источником капитала. Но Россия в таких условиях рискует стать чрезмерно зависимой от Китая, из-за чего баланс отношений еще больше склонится в сторону Пекина, чего Москва постарается избежать. Поэтому Россия стремится уравновесить китайские инвестиции в арктические проекты СПГ капиталовложениями европейских и японских фирм, хотя в условиях сохраняющихся санкций делать это очень непросто. Москва пусть неохотно, но разрешила Китаю сотрудничать с ней в развитии инфраструктуры вдоль Северного морского пути. Но делает она это главным образом для того, чтобы привязать Китай к российским планам, не позволяя ему создавать возможности для обхода российской территории. Еще одна цель Москвы – получать от Китая плату за транзит. Возвращение США в Арктику возобновление российского присутствия в регионах, а также растущая активность Китая пробуждает от спячки их общего геополитического соперника, Соединенные Штаты, которые начинают осознавать стратегическую важность арктических территорий. Арктический штат США Аляска составляет более 18% американской территории, но дает менее трети процента национального ВВП. Но для Вашингтона экономическая ценность Арктики не так важна, как ее стратегическое местоположение на стыке Северной Америки, Азии и Европы. Как в годы Холодной войны, так и сегодня Арктика остается самым коротким путем для ракет, наземного и морского базирования, и авиации между США и их противниками из Северного полушария. Американская Арктика является центральным элементом национальной про США, а уже скоро там разместится самая крупная в мире авиационная группировка американских самолетов пятого поколения. Но таяние морских льдов открывает новые пути для увеличения транспортных потоков в Арктику, а это создает дополнительные сложности в обороне США и России. Уделяя повышенное внимание Арктике, Москва и Вашингтон испытывают определенную нехватку ресурсов. Но поскольку физические и политические условия меняются, каждая страна заново оценивает свои потребности и возможности по обеспечению безопасности в Арктике и ведению там своей деятельности. Нарастающая активность Китая весьма неожиданно создала как минимум одну область согласия между США и Россией. Речь идет о их стремлении сохранить управление Арктикой в руках восьми арктических государств, не допуская интернационализации этого региона, чего добивается Китай. Игры супердержав перемещаются на север, но хотя США и Россия считают этот регион стратегически значимым, экономическая составляющая дополнительно побуждает Россию к активным действиям. По этой причине, действуя в Арктике, Москва будет по-прежнему ставить во главу угла дальнейшее освоение ресурсов с целью укрепления российской экономики, одновременно усиливая стратегический оборонительный потенциал на арктических рубежах. Москва уже восстанавливает передовые военные базы в данном регионе, перебрасывая туда дополнительные ракетные и противоракетные средства, а также авиацию. Между тем, идея превращения российской Арктики в морскую транспортную артерию пока далеко до практического воплощения по причине технических, экономических и климатических сдерживающих факторов. Но перспективы транзита также в большой степени зависят от того, ощущает ли Россия, что морской мост между Европой и Азией даст ей достаточно сил и рычагов влияния, которые перевесят ее незащищенность вдоль последнего надежного рубежа. Между тем суда, перевозящие сырье и энергоресурсы из российской Арктики, будут и дальше составлять основу судоходства на Северном морском пути. Но поскольку Россия продолжает осваивать Арктику при помощи китайского финансирования, напряженность между тремя великими державами на этих обширных территориях будет несомненно усиливаться. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.